А я дойду Я дойду домой, дойду, дойду домой, дойду, дойду домой. Домой, 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 домой. Что опять стряслось? Нельзя без этих ночных посиделок обойтись. Томочка, есть неприятности, которые связаны с работой. У меня канализацию он прорвало. Еще профилактика горячего водоснабжения и этот еще какого... Кудыкин не может этим заняться? Кудыкин. Ага. У него завтра свадьба. Эта катастрофа еще похлеще. Ты не забыл, все дети приезжают. И Нина. Нет, я, я, я не забыл. Нет. Томочка, я тогда дам тебе машину, ладно? Вы там с Маринкой встретите. А что, Федь тоже не едет? А он уже поехал коммунальщикам дрозда вставлять. Городок-то вот, маленький. А проблемы два мэра не разгребут. Знаешь, если бы я тебя первый день знала, я бы, Пересчихин, с тобой развелась к чертовой матери. Вы ветреная женщина, Тамара Андреевна. Я буду на вас жаловаться про союз мэров. Пожрать оставь. Мечет, как за спину, бросает. Дроблен картон. Слушай, а не мог твой червень ошибиться? Иногда даже я ошибаюсь. Видел он его один раз. Еще до того, как сам сел. Надо пару вопросов твоим бывшим коллегам задать. Ну да. И к свадьбе надо готовиться. Ну да. Саш! Ау! А эти сережки подойдут? Да, ничего. Так ничего ли подойдут? Мм, это очень хорошие сережки. Они такие достаточно легкие. И мне кажется, надежные такие замки. Они не выпадут и блестят замечательно. А что? Ничего. Мне просто было важно твое мнение. Да. Мама письмо прислала. Когда она приезжает? Она приезжает сегодня, но это полбеды. Вторая часть беды, это то, что она везет с собой пригласительные на свадьбу. Слушай, мы с тобой обсуждали, обсуждали эти пригласительные, а потом в последний момент все из головы вылетело. А вот твоя мама не забыла. Она никогда ничего не забывает. Посмотри образец. Дракон. А китайцы считают, что дракон – это покровитель династии. Ну и хорошо. Может, и Макрухина сработает. Оригинально. Слушай, а мне кажется, что для Макрухина как-то сложновато. Здешняя я не пойму. Ну, между прочим, я тоже здешняя. Ну, я не к тому. А к чему? Привет, молодежь. Ну что, мой хороший, волнуемся, да? Чего, по первому разу это всегда так? Это что за нечисть такая? А это у нас будут такие приглашения на свадьбу. Нравится? Кошмар. Какая-то собака с перьями. Уж лучше целующиеся голубки. Да. Кажется, у наших мам будут проблемы с коммуникацией. Итак, среди нас крыса, которая подменила флешку. А, а что ты на меня-то пялишься? А очкану себе яму рыть не резон. За себя я знаю. Остаешься ты. А, а может, она? Она, это я. Карманы выворачивай. Да ладно, Тирень, что ты ну? Я сказал, карманы выворачивай. Ну, пожалуйста. Что ты? Чистый я, чистый. Вот, на, на. На, смотри, вот. А это что, леденец? Очкан? Так та вообще другая была флешка. Она без колпачка была. Что ты? Она не похожа даже вообще на ту, это. А теперь какие отмазки? Ты это фуфло подсунул? Где настоящее? Ну? Да ладно, ты че? Да что ты? Я просто хотел бабла срубить для всех. А ты что, не хотел, что ли, как будто? Кому слил? Да козло одному. Он сам меня нашел. Позвонил мне на телефон в карман. И потом приехал на машине такой, вот такой, ну, номер, я не помню. Ну, джип такой большой, черный. Ну ты, гад, продал нас за бабло, дылда. Да какое бабло-то там? Там бабла-то и не было. Он мне подсунул куклу, бумажки нарезанные. Вообще, Ань, ну что за люди? Вообще никому верить нельзя. Кругом варьет, ну, ну, а? Это точно. Да ладно, че вы, ну, я... Ребят, ну, правда, вы, я... Ну, вот. Это на свадьбу или на похороны? Ну, мама говорит, что классика всегда в моде, а я, собственно, сам не в восторге. Так отдай, Сафрон меня напугало сделает. Мама! А что, молодой человек, а оделся, как официант на поминку. Мам! Саша просто не хочет расстраивать Регину Аркадьевну. И мне, кстати, тоже очень нравится. Да? Да. Пиджак или Регина Аркадьевна? Костюм. Регина Аркадьевна тоже. Она, между прочим, очень интересный человек. Я уверена, вы с ней подружитесь. Угу. Даже не сомневайся. Надевай, надевай, не прикладывай. Братва, ну правда, ну не гоните вы меня. Ну что, ну найду я этого Фофана, ну парну и буду. Ну правда, ну. Ну вот, Федька, а ты что скажи, если я накосячил, я же... Да подожди ты, Тугрик. Слушай, Червень, это я насчет этого, каменщика. А ты не мог перепутать? Когда же это было? Да не мог, у меня глаз алмаз. Я тогда в Москве окантовался, в одного бобра в охранниках. И тот как раз встречался с этим твоим. Шумский. Вот-вот. Он говорит, здорово, каменщик. А тот отвечает, я тебе не каменщик, я скульптор. Скульптор, дробленка. Ну тогда точно, Оланд. Ну, короче, братва, помощь нам нужна. Кому это? Нам. К нам. Ух ты. Деградация в самом разгаре. Можете погремушку купить? Заткнись и не мешай. Заткнись. Ты ничего не перепутал? Нет, не перепутал. Не перепутал. Мы оба облажались по полной. Оба. Как бы так сказать, снизу доверху. Все твои хитроумные планы накрылись медным тазом. Нас выкинули, выкинули, как шавок на двор. Дай мне, пожалуйста, отдохнуть. Потому что если я не убью кого-нибудь там, то шлепну. Шлепну кого-нибудь здесь. Зачем? Зачем же ты лезешь с одним пистолетом? Там же пулемет есть. И гранаты. Павлуш, гранаты. Гранаты его. Нет, вот справа заходи. Гранаты. Павлуш, не отвлекайся. Давай отсюда. Заходи. Справа. Не слева заходи. Давай. Павлуш, давай быстрее. Ага, отсюда. То есть вы не мэр? Ага. А ты, значит, не зэк? А мы не блатные, а фраера, которых обвести вокруг пальца, как покурить выйти. Точно, точно, Червень. Да они нас за фраеров держали. Завянь. Значит, развели нас, как лохов, а теперь за помощью прибежали? А если б каменщик вас не прижал, а? Они нас сдали. Белкину. И фамилии бы не спросили. Да бросьте вы, никто не собирался вас сдавать. Ага. В общем, слово мое такое. Валить отсюда надо. Пока тут совсем жарко не стало. Правильно. Валим. Дроблен картош. Надо было раньше сказать, что нас двое. Да вообще надо с этим цирком завязывать. Надоело уже врать. Только надо этого реставратора прищучить. А вот деньги вернул. Может, Белкину сдадимся, а? Прекрасно. И за соучастие в тюрьму, да? Только на этот раз мы будем не по очереди сидеть, а одновременно. О! Надо в базах покопаться. Лобан со Светой приехали? Ну да, со всеми вместе. Ну, прекрасно. Вот пускай они этим и займутся. Так, ну-ка, хватит бегать. Сейчас разобьете что-нибудь. Дети, слушайтесь тетю Свету. Мам! Я сейчас все разберу и по Крухину поеду. Зачем давай завтра вместе поедем? Чуть удобнее сидеть. Ну, здрасте. А как же подготовка к свадьбе, помощь? Ты, кстати, подарок-то видела? О! Через всю Европу тащила! О! Настоящая испанская керамика. Ручная работа. Мадын, Гуанчжоу. Свет, твой. Спасибо. Дети! Алло. Света, Лобан, Нина, давай за стул. За стул, за стул, за стул. Свет, за стул. Ну, что, поедем в Крухина? Да. Там опять с Федором проблема. Мне нужен офис, нужен компьютер и тишина. Значит так, тут мы с вами разбегаемся. Пошли, Ань. Я обратно пойду. Братьям помогать. Что за дела? Пока флешку не найду, но всю жизнь останусь беглым зэком. Как знаешь. Идем. Я остаюсь с Витей. Прекрасно. То есть я тебя вытащил от Полухина за тем, чтобы ты потом осталась с Витей? Между прочим, я помогала вытаскивать Федор. Ну, или Валерий. Хотя я думаю оба. Да. Да. Я с тачканом пойду. Докажу вам, что я тоже хороший человек. Парус вам в одно место для попутного ветра. Ну, Андрюш. Достали вы меня. Ладно, пошли обратно, мушкетеры, блин. Дрябло, это я. Каменщик. Сто лет тебя не слышу. Мне нужен товар. Срочно. Сегодня. Сегодня много. Сейчас пусто. Нужно поспрашивать кое-кого. Время нужно. Завтра не актуально. Жду звонка. Сегодня. Все. Светлёчек, приставай. На креслице поудобнее. Нет, Лобанчик, спасибо, мне удобно. Не мешай, ладно? Тебе удобно, а наших девочек нет. Нашему мальчику удобно, я знаю. Сделай мне лучше кофе. Тебе же нельзя. Нашла что-нибудь там? Да. Шумский Борис Львович. А знаешь, почему каменщик? Снег прижды замуровывает. Нет, не совсем. Проворачивает дела. Переводит деньги в бриллианты. Предпочитает иметь дело не с банками, а, так сказать, с живым товаром. И где он их покупает? Ну, явно не в ювелирном магазине. Лобанчик. Так, подожди, вот какие-то звонки из его телефона за сегодня. А тут один звонок. О, а знаешь, куда? В ломбард? Ты думаешь, насчет бриллиантов? Ладно, пробей там что и как, а я скоро буду. Камешки, значит, покупает, да? Ага. А деньги наверняка перевел в какую-то левую фирму. Там концов не найдешь. Это жучар, а? Вот именно. И вот этого жучара нам надо с тобой как-то пережучить. Ладно. Шумский – это моя проблема. А ты давай Катьку замуж выдавай. Это главное. Валер! Так, все. Нечего нам с тобой вдвоем светиться. Иди к свадьбе готовься. Спасибо. Ну, ты звони, если что. Я убеждаю. Давай. Ну, бывает. Ну, Александр Сергеевич, ну не нашли мы их. Ну, не убьет же нас за это. Ну, мало ли. Пойдемте, а. А на. Надо бы попрощаться. Ну, пойдемте, Александр Сергеевич. Ну, начальство ждет. Да. Забери меня, Хорошина. Забери навсегда. Куда угодно. Начальство, под трибунал, в зону. Только забери. Нет, не могу. Надо бы попрощаться. Наталья Петровна. Хоть бы во двор вышла. Внутрь-то как-то неловко лезть. Я вот сейчас к кому-то залезу, дроблен картонный. Федька? Нет. Валерий Игнатьевич. А мне вообще в мэрию. Пора. Федька, стой. Стой, я сказал. Стой. 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 Далеко собралась, красавица? Вот так сразу, быка за рога, красавица. А что такое, я правдивый. Вижу кирпич, говорю кирпич, вижу красавицу, говорю красавицу. Ты в Мокрухино? Ну тут вроде больше и некуда. Давай подвезу. Чего по пыли каблуки бить? Ну попробуй. Давай, все в багажное отделение? Ну да. И поедем? Угу. Ну да, конечно. С чемоданом-то приставать неудобно. Чего тут приставать-то? Три километра всего. Ставься, не набегался еще? А? Колись, легче будет. Преступникам бегалым помогал, ну? Ну, ну, подковы гнул. Помогал. Потому как ситуация такая была. Ах ты. Иди. Чего сидеть? Я пить хочу, Сергеич. Устроили тут бег с барьерами. Хрюшенька, сходи к колонке, я бы тоже попил. А ты сиди давай. Ты вот это вот, что, где, когда смотрел, вот давай, ровно в том же порядке. Да не мог я по-другому, Сергеич. Ну не мог. Ну, да длинная история. А ты подробнее все опускай. Ты мне одно скажи, где они? Ушли. Ушли? Ушли, да. Совсем. Слышь, Федь, мы тут подумали, решили. Шухер? Стоять! Сергеич! Да, алло. Алло, я не слышу, мам. С кем ты едешь? Мам, плохая связь, алло. Я не в сосно... Мам, что со связью, а? А с кем едет Регина Аркадьевна? Я не знаю, но кажется, у нее новый друг. Ну, что ты так вздыхаешь? Твоя мама имеет право на личную жизнь. Ну, не знаю. Тащить незнакомого человека на свадьбу. Между прочим, мам, мы совсем недавно тоже были с тобой незнакомы. Катюша, ну зачем так с мамой? Ну, только ты меня еще поучи. И вообще, хватит подлизываться к тёще. Если я передумаю, она тебе тёщей не станет. И хватит уже ягоды таскать. Катя, а ты чего, Катя? О, характер, а. Вся у меня. Там во дворе такое? Ну, тут же разобраться надо. Ну, одного Козарезов подставил, другой сестру спасал. Федя, мы с ними разберемся. Мы же вехать с тобой разберемся. Александр Сергеевич. Да. А что ж вы в дом не заходите? Я? Я, Наталья Петровна. Так я же, ну, тут такое дело. Ой, да бросьте. Какое дело? С этими, что ли? Ты, конечно, ни в чем не виноваты. Хорошие люди. Правильно, Федя? Ну, так а я же про что? Дроблен картон. Тут как-то по совести надо. А Александр Сергеевич так и сделает по-людски. По совести. Правда? Я? Товарищ майор. Я не могу. Не могу. Понимаете, есть закон, долг. А долг для настоящего офицера это... Рощенко! Да? Почему телефон не отвечает? Белкир? А, нет, ну, куда? Да ладно. А, товарищ... Я... Есть. Ну, вот вас уволили только что. Ну, а вы же на телефон не отвечаете, и на заседание мы не явились. Вот вас и уволили. Без санкций. Учитывая прошлые заслуги. Нет, ну, как уволили? Так я же вот... Ну... Что же это за люди такие у вас на службе? Вот так вот, по телефону? Все, Наташа. Нет у меня больше службы. Ну, а нет службы, нет и долга. Да, про меня вы забыли? М-м-м... Рощенко! Того... Вот... Того... Е... Ель? Ну, вот и меня. Про тебя не забыли, Савелий Тарасович. А ты переживал. Так, значит, Катерина твоя сестра? Баюродная. Ну, тогда понятно, почему ты такая красивая. Что же мне скажешь, Василий? Ну, а что? Я правдивый. На свадьбу едешь? Да. Ты лучше на дорогу смотри, ухажер. Я здесь на память каждую кочку знаю. Что везешь? Кажется, уже ничего. Через всю Европу везла. Да. Незнакомая кочка попалась. Ну, и что делать? Я накосячил, я исправить буду. Новый подарок купим. В Испанию махнем? Зачем? В соседний райцентр. Там такой магазин Испания, с Парижем отдыхают. Все, что надо, купим. Не переживай. Отлично. Садись, поехали. Тут всего 20 километров. О! Александр Сергеевич, ну, плюньте вы на них. Столько лет службы. Ну, если они вас не ценят, как можно не ценить такого? Какого? Такого ответственного человека. Я тоже ответственного. Никитин Тарасович. Дальше будем жить по совести. Катюш, ты принеси там, ну, что на завтра приготовили. Немножко. Я помогу. Ай, ну, чего же вы вернулись-то? Ну, шли бы своей дорогой, сердце бы мне рвало. Так Федор и Валерий, вроде бы, как в неприятность попали. Что случилось, Федь? Да поцаропил нам тут один. А что теперь с этим делать, не разбери и поймешь. Слышь, Федька, если у меня мыслишка одна, ну, тут с копом надо, коллективом. Вы как? Так, я как начальство. А начальство не возражает. А, на живца говоришь? Ну, что, план-то, конечно, неплохой. Здрасте. Ну, да, пяток бриллиантов я найду, это не проблема. Но у нас нет человека, которого Шумский не сразу раскусит. Я говорю, у нас этого человека нет. Валерий Игнатьевич, здравствуйте. Не бросай трубку, я сейчас. Уж, простите, я... Не надо извиняться, вы провинциалы, люди прямые. Очевидно, что ваш разговор вам важнее, чем наша встреча. Но, впрочем, я сегодня не к вам. Кудыкин? В Мокрухино. Я отпустил его сегодня, на целый день. Катерина тоже там. Странно, матери он ничего не сказал. Ну, значит, поедем в Мокрухино. Едвига! Федя, есть у нас такой человек. Я тебе перезвоню. Валерий Игнатьевич. Рад, рад нашей встрече. Артур Валентинович. Вы знакомы. Какая прелесть. Да, мы пересекались по работе. Вот. Именно, по работе. А вы, Валерий Игнатьевич, как с вашим братом? Все нормально. И Тамара, и Марина. У нас все хорошо. Ну, вы как? Как я понимаю, вы давно не виделись. Конечно. Ну, с тех пор, как Артура Валентиновича... Отправили. Длительную командировку. Все это безумно трогательно, но нам нужно ехать, Артур. Игна Аркадьевна, я, с вашего позволения, украду у вас Артура Валентиновича. У нас с ним срочный разговор. Срочный? Не то слово. Прошу. Это авантюра. То, чем мы занимались в последнее время, тоже авантюра. Но это может сработать. Средство каменщиков доверия – дело непростое. Да взять его на понт, и все. Так, ты, знаешь, с Федей завязывай, не на работе. Хотя на понт – это, конечно, хорошо. Есть идея. Только это, давайте без молодежи, а? Да им и так не до нас. Вить, все наладится. Да уже налаживается. Вон Белкин с Хрущенко за вами уже не гоняется. Пока не найдем флешку, все бесполезно. Не они, так другие. Что это? Материалы, собранные вашим бывшим подставленным замом. История всей вашей деятельности, Павел Матвеевич. Не совсем законные, как вы понимаете. Но это не единственный экземпляр, разумеется. Что вам от нас нужно? Очень скоро. Мне от вас понадобится некая услуга. Мне почему скажут, что вы мне не откажете? Я прав? Да, нет. Да. Ждите звонка. И мы в дальнейшем искренне надеемся на вашу помощь. Павел Матвеевич, вы меня извините, конечно. Но у нас с вами, скажем так, в прошлом были некоторые разногласия, что ли. Я по вашей милости, извините, срок отмотал. По своей, исключительно по своей милости. Согласитесь? Хорошо. Допустим. Но все равно, я не понимаю, почему я должен вам помогать. Да, действительно. Причин нет. У вас сейчас нормальная жизнь. Хорошая женщина, которая, я надеюсь, испытывает к вам искренние чувства. Да. Несмотря на ваше уголовное прошлое. Да. Стой. Региночка о моем сроке ничего не знает. Да. А, так это причина, по которой я должен вам помогать, да? А давайте сделаем так, что Регина Аркадьевна и в дальнейшем ничего не будет знать. А, я согласен. Извините. В конце концов, да. Алмазы, авантюры. Да, даже интересно. Когда этот пуф, он вернется, у тебя будет секунд 15. Ладно, не дрей. Я эту помойку за 5 секунд вскрою. Ты, главное, за гражданина начальника переживай. Пошел. Ага. Начали, товарищ старший прапорщик. Стой! Что случилось? Машину украли. Заходите. Пакет отправлен, Александр Сергеевич. Ваш выход. Внимание всем постам. Преследует черный внедорожник. Следует в сторону Попрова острова. Савелик Таратович, а вас что, в патрульные перевели? Да нет, мы все беглых ловим. Эту машину мест не подогнали. А вот и заграждение. Я вас сам Бог послал. Оставайтесь здесь. Это может быть опасно. Спасибо. Внимание всех патрульных. По подозрению в краже крупной партии алмазов разыскивается опасный преступник, известный под кличкой Якут. По оперативным данным прибыл рейсом в Юнгрии-Москва. Прости, да? Что-то перестарался. Ладно, все по плану. Ага. Я это, пошел? Давай, иди. Ага. Ага. При себе может иметь коричневые портфели с крокодиловой кожей. При обновлении предпринять все милость задержания. Отбили мы вашу машину. Ненавна. Дожданин Шумский, но угонщику удалось вскрыться. Да бог с ней, с машиной и с угонщиком. Главное, что вы живы. Ну, тут уж. Товарищ майор. Товарищ, Саша, провал. Синяк будет. Чем могу быть полезен? Ну? Вот. Кто вы? Я этим не занимаюсь. Если б ты этим не занимался, то сказал бы это сразу. А не спрашивал бы, кто я. Партия большая. Если будет серьезный разговор, вот так, чтоб в уровень, а не с шестерками, то найти меня можно вот здесь. значит, это в Сосновске. Сафроновна, Костоглодовы, Васька Водовоз. Васька. Василий. Васька. А, Митяй. Это я помню. Тук-тук-тук. Это мама. А вот и я. День добрый. Регина Аркадьевна, здрасте. С приездом. Это моя мама. Здравствуйте. А вы у нас, я так понимаю... Это моя мама. Наталья, можно без отчества, по-простому. Тортик порежь, пожалуйста. И чемоданчик принеси. Ой! Я вижу, я вовремя. Вот мы сейчас и распишем всех на свадьбу. Пригласите. Ой, какой прекрасный дизайн. Только мне кажется, совсем не до свадьбы. Да? А, я не учла. У вас же все, наверное, по-простому. Надо было голубков, цветочки, какую-то там хохламу рисовать. Деревня все-таки. Мама, извините, мама ничего плохого не имела в виду. Ничего, ничего. Не надо извиняться за маму, Шушечка. Мама, ну я же просила. Да ничего, ничего. Я уже поняла, что Регина Аркадьевна считает деревней всех, кто не окончил Кембридж. Мама, ну хоть ты лично. А что, я и не думала. Я просто хотела намекнуть Регине Аркадьевне, что я тоже вроде как городской житель. Вот уже двадцать лет здесь не была. Двадцать лет. О, это меняет дело. Минуточку, получается, что вы не видели свою дочь двадцать лет. Регина, понимаете? Дело в том, что у Натальи Петровны была очень трудная жизнь. Да. О, и отчество нашлось. Петровна, значит. Получается, Наталья Петровна, вы у нас мать-купушка. Мама. Каменщик, это дряблый. Тебе по-прежнему товар нужен? Есть одна наколка. Я, конечно, все понимаю, но с кукушкой твоей мама переборщила. Самое постоянно засечает. Но с кукушкой да переборщила. Хорошо, знай свою мать. И я тебе хочу сказать, что она будет все время прогибать ситуацию под себя. А я, извини, свое почти не знаю. А я не то хотел сказать. Да за мной не это. Правильно мне мой третий муж говорил. Между прочим, профессор социологии. Хочешь посмотреть, какая у тебя будет невестка? Посмотри на ее мать. Третий муж, ну надо же. Так вы у нас, уважаемая сватья, тоже, так сказать, с пробегом. Я вам не сватья. И не уверена, что я ее стану. Это дело поправимое. Это мы быстро, хоть сейчас наломаем. Только вот открыточек с дракончиками жалко. Ну ничего, пригодятся. Шушечки в следующий раз. Пригодятся, пригодятся. Да не сомневаюсь, потому что этого раза не будет. И не смей договорить про мою мать. Понятно? А ты не смей на меня кричать. Шушечка. Что же мы думаем? Катя, Шушечка. Артур. Третий? Нет, пятый. Нынешний. Адвокат. Артур? Да. Какие такие срочные дела? Что значит, что вы задержитесь? Я Двиго. Я начинаю вас разочаровываться. Трубку положил. Двиго? Да. Артур Валентинович? Адвокат. Да. Так он что, уже освободился? Может, по удозе, хорошее поведение. Освободился? А он что, сидел? А ты что, не знала? Мы подружимся с Ватьей. Вот увидишь. Ну вот мы и на месте. И подарки купили. Прокатились с ветерком. Ты довольна? Спасибо, что подвез. Слушай, а давай этот сервис грохнем. Чего? Я тебя еще куда-нибудь прокачу. Ой, Сафронова. Тише, тише, тише. Ой, Нинка. Нинка, приезжай. Здравствуй, моя красавица. А мы подарки на свадьбу привезли. Это хорошо. Ты к Федьке не носи, ко мне в дом давай. У них там скандал. Надо их так орать друг на друга. Думаю, поубиваю друг друга. Слушай, свадьба. Давай, давай, давай. Я тут за главного распорядителя. Значит так, тебя назначила главной Катькиной подружкой своим волевым решением. Спасибо, Сафронова. А дружка кто? Дружка? Ой, а дружки-то у нас и нету пока. Может, я сгожусь? Может, и сгодишься. Это вот у ней нужно спрашивать, потому как тебе с ней целоваться придется. Так положено. Потерпишь? Один разок потерплю. Один? Один я не согласен. Чего? Ого! Встретились нормально? Мы наблюдаем. Конец связи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Принято. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, чего? Клюнул? Похоже, что да. И как только он за камешки расплатится, мы увидим счет, с которого он послал деньги. И пойдем в полицию, да? Федя, что ты как маленький ребенок. Какая полиция. Нам шум не нужен. Нам надо деньги вернуть. Сначала попробуем разобраться мирным путем. Я с ним сам поговорю. Ну, а если уж не получится, тогда, конечно. Слышь, Валерка, а как мы увидим, откуда он послал деньги? Не мы увидим, Федя. Светлана. А, ага. Светуль, отвлекись. Поверни голову. Прости, не могу. Тогда поверни рот. Ты еще сегодня витаминочки не пила. Ну, давай. Тебе нельзя так долго сидеть за компьютером. Давай я посижу. Угу. Угу. Ну, давай не капризничай. Нет, 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 отстань, пожалуйста. То, что я капризничаю, говорит о том, что беременность протекает. Это хорошо, все хорошо. Это хорошо. Да, все хорошо. А можно еще один каприз? Ну, уж надвали. Вот. Обожаю. Отлично. Торк стеклом не торгуем. Когда будет готова партия? Утром. Но, для начала, я должен быть уверен, что вы умеете платить. Естественно. Для начала, вот за эти пять. Есть. Ну, нифига себе. Деньги пошли. Счет, с которого была проводка, зафиксирован. Понял. Ну, я пошел. Давай. Давай. Приятно было иметь с вами дело. А мне-то как приятно. До утра. Ну, привет. Каменщик. А, Валерий Игнатьевич. Заставляйте себя ждать. А что же Федор Игнатьевич не пришел? Заблудился в этом маленьком городишке? А, откуда вы? От верблюда. Ну, давайте, давайте. Зовите Федора Игнатьевича. Чтобы два раза не повторять. Ну, что, все? Можно валить? Погоди-то, валить. Может, еще кому в рыло сунуть надо будет? Так в рыло вроде не планировалось. Знаешь, как оно бывает? Не-не, я не против. Мы что же думали? Что я, как последний фраер, позвонил своему барыге и случайно засветил его. Ты знал все с самого начала. М-м-м. Ну, не демонизируйте меня. Ну, что вы. Ну, не с самого начала, но почти. Вся эта ваша клоунада с подменами очень позабавила меня. Выборы, все такое. А с другой стороны, да это ж какая картина получается? Два брата, один из которых, бывший зэк, подстраивают победу на выборах мэра, назначают на все ключевые посты своих родственников. А зачем? Зачем? Мошенничество в особо крупных размерах с организацией преступного сообщества. Ай-яй-яй-яй. Екатерина Кудыкин с его матушкой, которая, кстати, обеспечила выделение городу госфинансирование. Ай-яй-яй-яй. Вы изучайте, изучайте. Там много любопытных документиков. Ну, что, Валерка? По-моему, мы облажались. Облажались. Но не во всем. Мне действительно нужны были бриллианты, и вы помогли мне их достать. Э-э-э-э. Ты никуда не уйдешь. Правильно. Я не уйду. Я уеду. Со всеми, извините, бриллиантами. А если у кого-то не имется в одном месте, то все эти документики пойдут в прокуратуру. Ну, это копия, разумеется. А? Вы поняли. Приятного чтения. Да. Там в конце самое интересное. Не пропустите. Дроблен картон. А вот и Шумский. Похоже, встреча закончена. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подожди. Это он. Что он? Вот. Дай-ка. Тихо. Это та машина. Я узнал ее. Это звуки вот эти. А-а-а. Я эти звуки узнал. Это тот самый тип, которому я флешку спихнул. Это он. То, что раньше ты не прозрел. Траблен картон. Ты же ее угонял. Так я же когда ее угонял. Я вперед ехал. Ну, что, Валерка, дело кислое? Очень. А знаешь, что самое кислое? Что? Все счета Шумского подписывала Марина. ВИЗГ 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 Вдвоем вышли. Не, ну вообще, он что? Че? Он что думает, что мы под его дудку плясать, что ли, будем? Да? Че, будем, что ли? Будем. А то Катя с Кудыкиным завтра не под венец, а под суд пойдут. Я уже не говорю о Марине. Траблен картон. Фу, ты! Я свадьбу хотел сыграть так, чтобы уж содрогнулось все. На свадьбе это отразиться не должно. Так что дуй Мокрухина и занимайся свадьбой. Пусть там содрогнется все, что надо и не надо. Как? А не волнуйся. Ну, продам я парочку филиалов. Верну деньги городу. Шумский, правда, может нас подставить. Но испортить, как и свадьбу, он не сможет. Кишка тонкая. Потому что мы перечихины такие. Сказали, как отрезали. Спасибо, брат. Витя? Я думала, ты на мальчишнике. Аня, я хотел спросить. Ты меня дождешься? Что? России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...